О, боже, я, конечно, понимаю, что мы хотели уединить свои роды, бла-бла-бла, но я думала, мы будем жить в хорошем люксе. Кира, ты вообще это видела? Ты драматизируешь. Здесь очень хорошие условия. Ну, я знаю, дом хороший, но просто... Джесси, признайся, ты хотел особняк со своими слугами и принцем. Бери выше, вождя империи. Оставь свои мечты при себе, мы не хотим знать твои планы на будущее. Поверь, в моих планах нет твоего мужика. Забейте. Окей, хорошо. Ладно. Проехали, да? Да, да. Да, конечно. Да что с вами? Ммм, ничего. Ммм, тупые шутки я еще никогда не слышала. Нет, правда, твои шутки и так глупы, но это одна из худших. Угу, она права. Девочки, вещь я оставила у года, такси уже уехала. Кстати, где кто будет спать? Абсолютно верно. Нам надо выбрать комнаты, кто где будет спать. Где? Скажете, там и буду. Ну, в общем-то, вы решаете. Я вот тут в соседнем домике снимаю комнату, так что если что, приходите. В плане, девушка или парень? Парень. Ммм, девушка. Почему сразу девушка? Потому что... Нет, это абсолютно несправедливо. Там будет жить еще один парень, если я не ошибаюсь. Есть, я угадала. Фух, хорошо. Я бы предпочла в дальнюю комнату. Хорошо, я буду в соседней. Я буду в отдельной комнате, подальше от нее. Нет, вы не так поняли. Тут всего три комнаты. Ну так... Полина, три комнаты это дальняя, средняя и эта. Ты же не хочешь сказать, что... Вы будете ночевать в одной комнате. О, нет. Нет, пускай они ночуют тут, а я там. Ты решать не будешь. Ну что ж, приятного вечера. Не взаимно. Ну а почему? Потому что я не хочу. Чем она тебе будет мешать? Я не могу. Ты знаешь, каких мы с ней отношения. Послушай, она не такая уж плохая, как ты говоришь. Для тебя она может быть и не такая плохая, но для меня это просто ужас. Я ее приколы не выношу. Ты будешь постоянно разбрасывать вещи, слушать музыку свою разную, смотреть фильмы допоздна, и потом после этого плакать. А Поля, она то же самое, только она не смотрит фильмы и не будет ложиться так же поздно, как и ты. Но дело в том, что она постоянно ест свои чипсы, все такое. Эти крошки будут везде, где только можно. Но почему? А я, как ты помнишь, профессионистка. И что? И то. Привет. Ой, зачем так пугать? Прости, я не специально. Я Матвей. Полина. Приятно познакомиться. Почему ты такая грустная? Да, за меня ничего важного. Если было бы это пустяки, ты бы так не грустила. Да, мы с друзьями приехали отдыхать, но, видимо, они не очень хотят, чтобы я была с ними рядом. Что это такие за друзья? Не знаю. Почему ты с ними дружишь? Они клевые. Кира, хоть она немножко старомодная, но она очень умная. А Джесси... Хоть она и бывает заносчивой стервой, но она всегда поможет в трудную минуту. Они тебе дорогие. Почему ты так думаешь? Потому что ты про них так говоришь, будто они очень близки к тебе. Так и есть, но дорожат ли они мной? Думаю, да. Кстати, не поверишь, я тоже сюда приехала отдохнуть. Я думала, ты здесь живешь. Правда? Да. Я похож на забивно. Нет. Это хоть какой-то плюс. Мой друг снимает соседнем домике комнату. Если это окажется твоим другом, и ты живешь совсем рядом, я буду на седьмом небе отчасти. Мне приятно это слышать. Не хочешь завтра днем встретиться? Я только за. Что ж, мне пора тебя проводить. Нет, спасибо. Тогда скоро увидимся. Пока. Пока. О, Ромео, как ты мог? У тебя все ок? Ничего, а что? Ты просто молча зашла и ничего не сказала. Я просто очень сильно устала сегодня. Даже переодеваться не буду. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что? Маленькая. Всем доброе утро. Ты сегодня рано встала? Да, так и есть. Заходил Марк, я ему отдала все твои чипсы. Все? Угу. Ты слышала, что я сказала? Да, я слышала. Я на тебя злюсь, но не сильно. Ты точно Полина? Да. У меня просто сегодня великолепное настроение. Всем привет. О, Марк, ты мне как раз нужен. Конечно, что случилось? Ты не представляешь. В общем-то, идем мне это, чтобы ты починил. А то я просто вскрываю, и оно вот так вот и все. Я хотела спросить. У тебя возникали странные чувства, когда ты с парнем была рядом? Даже если увиделись всего один раз. Нет. А как это называется? Любовь с первого взгляда? Вея. А или же какое-то другое слово? Симпатия? Точно. Шмантия. Симпатия. Ну да-да, оно самое. А что? Да и не, ничего. Я пойду сейчас встречусь с одним человеком, так что можете меня не ждать и приступать к обеду. Спасибо большое. Эта молния ужасно бесит. Не стоит. Просто старайся одеждой не задевать молнию. А ты... Что? В общем, ты бы не хотел про... Марк, если ты свободен, сходи, пожалуйста, со мной в лес. Мне надо фотографии сделать для презентации. Да, конечно. Ладно, Жесси, еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я дома. Ты так долго гулял? А сколько мне не было? Четыре часа. Я думала, я увижу одного человека. Но я уже устала ждать. Мне тоже день не выдался. Субтитры сделал DimaTorzok Да так, ерунда. Если захочешь об этом поговорить, я всегда рядом. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, но мне надо подащить свежим воздухом. Ладно. Странно. Девушка. Девушка. Что? Вы уронили брелок. Спасибо большое. Всегда пожалуйста. Я Зоя. Я Джесси. Приятно познакомиться. Я знаю, это, конечно, не мое дело, но ты очень расстроена. Что-то случилось. Так и есть. Давай присядем, и ты расскажешь. Ладно. Есть один парень, который мне нравится. Но я не могу ему сказать об этом. Почему? Ну, я думаю, это незаимно. Да. Давай лучше ты расскажешь, чем увлекаешься. Хорошо. Ой, мне уже пора возвращаться домой. Хорошо, мне тоже. Ой, блин. Что случилось? Эй, Джесси. Привет. Я Кира, это Марк. Зоя. Понятненько. Этот проект должен быть супер большим социальством с этой компанией. С удовольствием. Замечательно. А что за проект? Про рыбок в природе и все такое. Ясно. Всем плаким. Пока. Пока, Кира. Пока, Джесси. Доброе утро. Доброе. Ну, вообще-то уже день. Правда? Ну, рассказывай. Что рассказывать? Ты всегда обижаешься, что тебе приснился очень хороший сон и у нас с Полиной нету времени его послушать. Вот теперь у меня есть время. Рассказывай. Я не обижалась. Просто сны реально были классные. А у вас даже не было двух минут, чтобы послушать. Я в хорошем настроении и не занята. Так что вперед. Но сегодня был не очень сон. Правда? Рассказывай давай об этом. Мне вообще ничего не приснилось. Понятно. А где Полина? Я не знаю, как я проснулась, ее уже не было. Она рано встала? Да. Может, за сладким пошла в магазин? Вряд ли. Тебе не кажется, что она начала себя странно вести? В плане? Ну, позавчера, когда ты уже спала, она пришла ночью в отличном настроении. И даже ничего мне не сказала. Может, просто устала за целый день? Нет, ты не понимаешь. Она с любовью сказала спокойной ночи. А не, спокойной ночи. Как это с любовью? А вчера она уходила с улыбкой, а пришла с кислой миной. Что ты имеешь в виду под кислой мордой? Привет, я Полина. Я ненавижу всех и люблю есть. Я пришла, чтобы захватить этот мир. Ха-ха-ха. Да, брось. Она наверняка к тебе хорошо относится. Правда? Тогда почему она постоянно мне грубит и придирается? Потому что ты первая начинаешь. Даже когда я не начинаю, она все равно относится ко мне как к тряпке. Ты признаешься, что иногда я здесь, да? Почему это так тебя цепляет? Ты же говорила, что тебе все равно. Меня это не цепляет. Я просто говорю факт. Тебя и правда это беспокоит. Хватит, прекрати! Тебе обидно и сама самооценка понижается. Знаешь что? Я сейчас иду ее искать. Потому что она моя подруга, а если тебе все равно, можешь тут и оставаться, в своем колхозе. Я тоже иду ее искать. Неужели вдруг тебе стало не наплевать на нее? Встречный вопрос. Холи, ты где? Пап, а то он мне говорит, что я дурак. А ты что ему сказал? Я показываю фотографию, говорю. Если ты не умеешь думать, это тогда? Алина? Да? Тебе кто-нибудь говорил, что у тебя очень красивые глаза? Если честно, нет. Тогда я буду первым и буду говорить себе это постоянно. Ну что, нашла поле? Нет. А там смотрела, я вроде слышала смех какой-то. Да я вспомнила шутку и вот и смеялась. Там никого, думаю, нам не стоит ее искать. Ну ладно, идем домой. Если что, вечером еще пойдем искать. Да. Привет, Джесси. А Кира дома? А зачем она тебе? Да я у нее в рюкзаке забыл тетрадку, которая мне очень сильно нужна. Она очень занята. Если она дома, я быстро заберу тетрадку и пойду домой. Давай тогда она вернется, я возьму у нее тетради и занесу тебе. Хорошо, тогда я пошел. Постой. Да. Мы же приехали сюда не просто, чтобы жить по соседству, а чтобы еще проводить время с друг другом, общаться и отдыхать из школьной рутины. Да, так что не хотела бы ты сейчас прогуляться? На улице прекрасная погода. Конечно, пойдем. О, привет. Давно не виделись. Привет. Да. А где ты была? Я гуляла. Что? Я все знаю. Что именно? Я видела тебя с тем парнем. Но как ты нас увидела? Мы пошли тебя искать, и я увидела тебя с ним. Но я Кире ничего не сказала. Понятно. Так что это за парень? Его зовут Матвей. Он живет в соседнем домике. Тот самый сосед Марка. У него есть сестра Зоя. Я рада за тебя. И когда вы начнете встречаться, обязательно познакомь меня с ним. Погоди, ты слишком далеко убежала. Мы сейчас просто друзья. Это пока что. Я видела, как он влюблено на тебя смотрит. Тебе кто-нибудь говорил, что у тебя очень красивые глаза? Тогда я буду первым. И буду говорить тебе постоянно. Нет, правда. Это было очень мило. И шутки у него хорошие. Ладно, я согласна, это мило. Но вот про шутки... Джесси! Ладно, ладно. На вас проглазал и не соврал. Спасибо. Можно? Да. Я бы хотела попросить тебя, чтобы ты отдала мне тетрадь Марка. Какую? Которую он у тебя забыл. А, вспомнила. Держи. Но зачем она тебе? И откуда ты знаешь? Я обещала ему ее отдать. Просто мы сегодня гуляли, и вот он меня попросил. Понятно. Девочки, какую цепочку выбрать? Смотря куда. Набравил глупость Марка. Я считаю, что это глупости. В плане... Ну, зачем качать деньги на всякие украшения, если они все равно будут потерять цвет? Либо же поломаться. Деньги не твои были потрачены, так что лучше помоги выбрать. Я согласна, спорю. Это просто детская забава. Тебе пойдет вот тот, где написано Ангел. Спасибо. Она раньше не гуляла с Марком. Если бы они не хотели, они бы не общались. А тем более не гуляли вместе. Хоть она и забеспечена с ними, но временами очень противная. Но она хороший человек все равно. И я бы поспорила. Она идет к своим целям, несмотря ни на что. И перешла тебе дорогу. Прекрати. Понятно, почему ты так бесишься. В последнее время я начала грубить ей. Это не твое дело. Но ты знаешь все равно, что у вас шансов в поровне. Пока что. Как скажешь. Но если так будете себя вести, тогда дружбе настанет конец. Может, это все зря? Что именно? Твои старания. Он этого не стоит. Мила, если бы ты жила моей жизнью, ты бы поняла, что это все глупости. У всех бывают трудности. Я не говорю, что они есть только у меня. Но что с этой дружбой рухнет? Я понимаю, что происходит. Но если я сдамся, все рухнет. Так нечестно, я не хочу. Я не хочу вас терять, двоих. Я понимаю, что ты чувствуешь. И я не хочу вас потерять. Неужели материальное положение для тебя важнее нас? Твоих друзей? Конечно, нет. Но я не могу. Запомни раз и навсегда. Я никогда тебя не брошу. Я знаю. Но как же наша троица? Ты знаешь последствия. Она знает последствия. Но вы продолжаете ссориться. Продолжаете друг друга влюбить, как будто вы никогда не были лучшими подругами. Но чем-нибудь все равно путаться пожарку. Мне пора идти. Мне не снили. Полина. Привет. Ой, привет. Ты какая-то задумчивая сегодня. Что-то случилось? Да так ничего. Рассказывай. Я не хочу, чтобы ты думал, что я общаюсь с тобой только ради того, чтобы душу выливать. Я так не думаю. Это глупости. Я считаю, что если человек делится своими переживаниями, значит он тебе доверяет. А то есть ты можешь за ним, взамен ему доверять. Возможно, но я не хочу, чтобы меня жалели из жалости или типа того. Кто сказал, что я буду жалеть? Либо что тебе надо, чтобы тебя жалели? Я хочу узнать, что тебя беспокоит. И исходя от ответа, буду принимать решение, что говорить, сделать дальше. Джесси и Кира начинают ссориться из-за всяких пустяков. Почему? Им, возможно, нравится один и тот же парень. И если кто-то из них начнёт с ним встречаться, то вторая не потерпит поражение. Что бы ты сделала на их месте? Я не знаю. Тогда вопрос такой. Ты боишься их потерять? Да, я им сказала об этом, но, видимо, им плевать. Мне кажется, что это пройдёт. Ну что, если нет? Жизнь покажет, здесь нельзя ничего угадать. Возможно, ты прав. Я кое-что принёс. Вау, это ожерелье тебе. Не стоило. Оно очень важное для меня, я бы хотела видеть его на себе. Большое спасибо, мне очень приятно. Мне его подарила бабушка. Она сказала подарить девушке, которая для меня будет очень важна. Она была очень близка к тебе, верно? Это была наша последняя встреча. Я понимаю, каково себе. Да, я не представляла жизни без неё. Она научила меня буквально всему. Пока родители бегали и угождали во всём Зое, я была абсолютно один. И бабушка для меня была самым близким человеком. Но затем я понял, что такое потерять всё. Мне было восемь лет. И вот, спустя восемь лет, я понимаю, что если бы не она, тогда я не знаю, где я бы оказался. Я не знаю, какова это будет с любимой внучкой, либо внуком. Да я даже родителей своих особо не знаю. Что с твоими родителями? Мой отец ушёл, когда мне было два года. И вот его посадили сейчас за кражу. А мама, она после того, как он ушёл, начала выпивать. И поняла, что я не нужна. И теперь я в приёмной семье. Они меня любят, заботятся, но это не то чувство. Они хотят сделать меня наследницей и оставить свой бизнес. А я боюсь, что я не справлюсь. Я хочу показать тебе, каково это быть любимой. Что? Мы знакомы почти ничего и почти друг друга ничего не знаем. Но ты мне очень сильно нравишься. Ты будешь моей девушкой? Я... Да, конечно. Я просто немножко в шоке. Давай помогу одеть. О, привет, Поли. Вау, тебе идёт ожерелье. Эм, спасибо. Не переживай, он уже уходит. Да, ладно. Спокойной ночи всем. Спокойной ночи. Ладно, я пойду спать. И тебе советую ложиться пораньше. Сладкий снов. Да. Сладкий снов. Ай, прекрати Марк? Тише, я не хочу, чтобы кто-нибудь еще проснулся Ты уже и так меня разбудил Это было запланировано Ты вообще руку мыл? Да, но я пришел не по этому поводу У меня есть к тебе очень важный вопрос Что за вопрос в час ночи? Ты начала встречаться с Матвеем Нельзя это днем обсудить? Нет Что ты чувствуешь в Кире и Джесси? Что? Отвечай Ты первая Да, мы смотрим вместе А не мои подруги, ничего больше Честно говоря, по поводу Кири я сомневаюсь Она больше не как знакомая Либо подруга моей лучшей подруги То есть Джесси подруга Да, понятно Мне нравится Зои Я бы хотела попросить тебя Помочь мне познакомиться с ней поближе Я ничем не могу помочь Ну пожалуйста Я не буду тебе помогать Все к Матвею Я не могу, правда Прости Ладно Спокойной ночи Доброе утро Доброе утро Да, через 15 минут мы идем гулять с Марком А вечером пойдет к Кире с ним гулять Это ревность? Или просто желание насолить ей? Возможно, два сразу Ну ты же знаешь, что ты ее ранишь Меня это само уранит Но я по-другому не могу Почему? Ты знаешь, что мне не сможешь помешать Ты делаешь глупость Давай я сама решу, что мне делать Остановись Что? Ты знаешь, про что я? Нет, не понимаю Нет смысла пытаться построить отношения с Марком Почему? Я не могу сказать Ну просто поверь мне Ты будто что-то скрываешь Это ради блага твоего и Джесси Да брось Я не буду отступать Привет Привет Я тебе звонила Но тут трубку не брала У меня телефон, скорее всего, дома забыла В общем, я хотела сказать, что у меня поменялись планы Что? Мне надо закончить презентацию с Кирой И отправить во вторник Понятно Прости, пожалуйста Привет Ну что, пошли? Пошли Ой, привет О, привет, давно не виделись Хотела спросить, а где Марк? Он со своей Кирой гуляет Ой, не гуляют? Проектом занимаются Понятно Ты просто не представляешь, насколько здесь сложно мне Я думала, я буду отдыхать, расслабляться Но нет, приходится напрягаться Я тогда, наверное... Как хорошо, что ты у меня такая хорошая подруга Всегда понимаешь, выслушаешь Да, это так А зачем он тебе? Да, надо попросить шампунь купить Может, типа, вместе живем? Ну, в одном доме я не буду Понятно А где краска для волос покупала? Через инет Я тебе ссылочку потом отправлю на этот сайт Ладно, я пошла Пока Хорошо, спасибо А то, мне кажется, надо перекраситься в красный Ну, ладненько, пока! Привет Привет Что делаешь? Рисую Покажешь? Ну, даже не знаю Почему? Я думаю, что я плохо рисую Ну, я бы мог оценить с точки профессионального человека Ну, ладно, смотри Красиво Правда? Конечно Ну, по правде говоря, я хочу быть художником Ого А ты прям хочешь быть юристом А точнее, мои родители Чтобы я, когда образование получил Меня устроил папа там у себя в бизнесе Чтоб потом я его место занял Ого Наверное, это не из кого вы так хочется А потом мы с ним пошли играть в волейбол А я ведь и в волейбол не умею играть Ну, там ничего сложного Как-нибудь научишь меня Какие у тебя планы на будущее? Поступить на актрису Правда? Ага Универ уже выбрала? Да Я как-нибудь тебе об этом расскажу Я хотела спросить Слушаю Все, что было между нами на последнюю неделю Это было... Я не знаю, к чему ты ведешь Но мы ведь просто друзья У меня есть парень И он скоро должен приехать Да Я хотела тебе сказать Чтобы ты там себе ничего не придумала Ага Я пойду гулять Привет 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 Ты что-то хотел? Да нет Я просто так пришел Кири дома нет Полины тоже Я не к ним Я просто подумал Может, надо попробовать подключаться Ты говоришь, как будто это просто игра какая-то Да, Брось Где-то никому сильная девчонка В смысле? Я хочу, чтобы ты была моей девушкой Ты можешь сказать, что у тебя есть ко мне чувства? Да И уже давно Ты согласна? Да Где ты был всю ночь? Какая разница? Большая, я волнуюсь Я был у Джесси А сказать об этом раньше нельзя было? Не пудри мне мозги Ты как со мной разговариваешь? Как захочу Точнее, моя девушка Джесси? Да Мне надо кое-что тебе рассказать Мне кажется Я нравлюсь Марку Он вроде что-то такого хотел мне сказать Но я его перебила Ведь у меня есть парень И как-то я волнуюсь Чтобы не оказалось, что он с тобой А-ля позлить меня Понимаешь? О чем я? У меня есть большое подозрение на него После того, как я сказала, что мы друзья Он стал очень Ко мне грубо относиться И меня это пугает Я не знаю на самом деле Кто ему нравится Что, как Мне Матвей сказал, что Марк с тобой начнет встречаться И я решила себе рассказать Мои подозрения Ты, главное, ничего себе не надумывай Мы просто смотрели фильм Он достал вино Мы всем капельку выпили Меньше, чем бокал Наверное, четверть бокала И смотрел фильм Он лег здесь, на диване А я пошла к себе в комнату Но, конечно, даже не знаю Присомневаюсь, что у него чувство Ко мне по-настоящему Я просто хотела тебя предупредить Хорошо Спасибо Просто знай, что что-то здесь не так Марк, нам надо поговорить Че? Мне кажется, между нами что-то происходит Прости, Кира, но это не взаимно Я вчера Джессе предложила встречаться Я так и думала Я рада за вас Да, я тоже Что, черт возьми, происходит В каком смысле? Я знаю, что ты предложила Джессе встречаться И только что от тебя уходила Кира И что? Ты сделал это со слазой Не докажешь Не смей пользоваться моими подругами А то что? Ты пообещаешь бросить Джессе Пока еще не стало слишком поздно Почему ты так этого хочешь? Потому что тебе она дальше не нравится Хорошо, я хочу как лучше для Джесси Но можно подождать пару дней? Мне кажется, все изменится А Джесси мне очень близка и дорога Только не затягивай Джесси, мы можем поговорить? Да, что-то случилось? Нам надо расстаться Что? Я поняла, что мы не можем быть вместе Но мы вместе всего пять дней Прости Да как ты можешь вот так вот? Я все понимаю Мы можем остаться с друзьями? Да, конечно Мы можем остаться с друзьями Мы можем отдать Снаак Снаак! Продолжение следует... Мне уже это надоело! Ой, да и пожалуйста! Тимур, мы расстаёмся! Окей, я еду в город, и больше мне не пиши! Больно надо! Ой, красавка, привет! Откат 0 из 10! Ой, да брось, правда же говорю! Ты это правда всем говоришь? Нет, только особенно красивым! Да, и особенно красивым это почти каждое первое! Чего сразу так? Да просто были у меня такие знакомые! Ты знаешь, а ты прикольная! Ну, конечно, ты же я! Не хочешь зависнуть где-то? С удовольствием! Ты куда так бежишь? К Полине! Привет! Привет! Я всё понял! А что я имею? Я люблю Джесси! Я не могу без неё! Ты меня запутал! Кого ты любишь? Я не знаю, я просто понял! Ты любишь её? Ага, но я видел её с другими! Когда? Только что! Полине, пошли! Ладно, я пошёл! Ну, короче, ты крутая! Типа, гол мутить! Мы знакома всего неделю! И что? Слишком быстро! Не помешал? Ну, короче, не берёшь и скажешь «Вет»? Тебе не стоит с ним связываться! Не твоё дело! Он плохой человек! Тебе напомнись в твоём поступке? Ты предложил мне встречаться только потому, что я хотела забыть Зою! Это не так! Не ври мне! Я не вру! Тогда почему? Ну, тебе не пара! Всё, что ты должна, знать! Я сама решу! О, Поля, ты не видел, что такой парень должен был приходить? Проходил! Куда он пошёл? Я хотела бы с тобой прогуляться! Не сейчас, я занята! Я не советую с ним связываться! Я не спрашивала твоего мнения! Он пошёл туда! Тимур, я решила! Слушаю! Нет, я не согласна! Да пошла ты! Сам пошёл! Ты совсем ничего не знаешь? В каком смысле? Только и думаешь о себе, а на друзей всё равно! Почему ты так говоришь? Ты даже не заметил, что по... Забудь! Нет, расскажи! Сама у неё спросила! Полина, что это значит? Что? Что происходит? Это наша последняя поездка! В ближайшие три года! Я уезжаю в Чехию! На учёбу! Ты нам ничего не говорила? Почему? Я не хотела расстраиваться и портить отдых! Как ты могла? Прости меня за всё и... Прошу! Не надо встречаться с тем парнем! Он какой-то очень мутный! А ещё... Это я попросила Марку бросить тебя! Что ты такое говоришь? Я думала, он с тобой встречается, чтобы забыть Зою, но оказалось... Почему ты молчала? Оказалось, что ты ему нравишься по-настоящему! За что ты меня так ненавидишь? Что случилось? Мы пробежали сразу, как ты позвонила! Полине есть что рассказать! Что? Я уезжаю! В смысле? И в ближайшее время мы не увидимся! Почему ты сразу не рассказала? Не обязана! Ты смеешь так говорить! А ты чего лезешь? Ты хоть знаешь, насколько это для меня важно? Ты взялся буквально из ниоткуда и всё? Теперь её парить? Эй, девочки, полегче! Он не виноват! Говорит тут, кто постоянно развивает чувства всем! Не разговаривай так со мной! Хорошо, я буду игнорировать! Молчи! Не закрывай ей рот! Джесси, ты наверняка даже не представляешь, что такое боль! Бери свои слова обратно! Я не знаю, что такое боль! Да! Не знаю! Потому что я в ней живу! Продолжайте поле не ценить! А с меня хватит! Джесси, надо кое-что обсудить! Отвалите от меня всех! Нет! Джесси! Что тебе надо? Я же не знаю, что такое боль! То, что у меня папа все деньги проиграл! Родители разводятся! Мы потеряли свой дом! Это так! Пустяки! Ты ни с кем этим не делилась! Может, потому что я боялась потерять всех? Всех своих друзей! Прости, я не знал! А что ты вообще знаешь? Ты права! Но я хочу узнать всю ее, всю жизнь и быть частью жизни Полины! Неужели она тебе правда нравится? Конечно! Она самая добрая, умная, красивая девушка в моей жизни! Но вы знакомы, почти ничего! Больше месяца! И, кстати, тебя кое-кто тоже любит! Ты хочешь сказать то, что говорила Полина, правда? Да, я советую поспешить к нему! Мам! Джесси! Я должна тебе кое-что сказать! Я тебе тоже должен кое-что сказать! Я люблю тебя! Я тоже тебя люблю! Ты будешь моей девушкой? Да! Да! Хай, бич! Девушка, вы адресом ошиблись! Ребята, вы чеку! Полина! Я решила изменить свой стиль немного! Как вам? Ошалеть! Да это купе! Прости меня, я во многом была не права, так что нет! Я тоже была во многом не права, так что нет! Потом с родителями все хорошо! Я сказала, что я не хочу уезжать! Я объяснила свою точку зрения! А родители хоть не очень хотели, но они согласились, что я в нашей стране получила образование! Вот это ты прям офигенно выглядишь! Спасибо! Ну а, собственно, мы уезжаем отсюда! Поэтому давайте строим вечеринку! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok